Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, 12 августа этого, 2023 года, я опубликовал на своем канале на Дзен ролик, в котором рассказал о пророчестве великого советского ученого и писателя Ивана Ефремова о том, что скоро придет новый великий лидер России. И он опять сделает Россию великой. А точнее, он ее сделает самой великой страной в мире. Но это еще не все. Он еще сделает Россию свободной и процветающей. При нем начнется первая ноосферная эра человечества, эра мирового соединения, ЭМВ. Да. Ролик выстрелил, и я продолжил рассказ об этом. И все ролики этого цикла, я назвал его «Пелусадник», начали набирать очень большую популярность. 29 сентября этого, 2023 года, Роскомнадзор заблокировал мой канал на Дзен, поскольку на нем якобы есть распространяемая с нарушением закона информация. И на мои запросы, какая именно информация нарушает закон, он не отвечает. Но ясно, что объявить нарушающий закон информацию о пророчествах не получится при всем желании. Поэтому на своем новом канале на Дзен я решил восстановить этот цикл, дополнив его и углубив. По правилам Дзен я не могу просто по новой опубликовать старые ролики этого цикла, поскольку это будет дублирующим контентом. Но я могу их переснять, постаравшись при этом сделать их лучше и интереснее. И я занялся этим. И два ролика этого цикла уже опубликованы. Ссылки будут под этим роликом. Я кратко сказал в первом ролике, почему есть основания считать, что у Ивана Ефремова был пророческий дар. Но я сказал это именно кратко. И нужно признать довольно голословно. И поэтому, думаю, есть смысл раскрыть это детальнее. Поскольку вопрос, а с какого перепула пророчеством Ивана Ефремова нужно верить, безусловно резонен. Кстати, вот как выглядел Иван Ефремов. А этот вопрос очень интересен. И он неоднократно вставал в Советском Союзе. И дошло до того, что его начал тщательно проверить КГБ. Дело Ивана Ефремова в КГБ составило 40 томов. И проверялись самые невероятные версии. Вплоть до того, что Иван Ефремов не человек Земли. А представитель некой внеземной, высокоразвитой цивилизации. Инопланетный шпион. Без кавычек. Первой версии ролика я уже сказал об этом. Но там я назвал эту версию глупостью. Однако сейчас, лишний раз все обдумав, я решил не быть таким категоричным. И я уже прямо в этом ролике, но чуть попозже, разобью эту тему. В целом, Иван Ефремов дал порядка ста технических пророчеств, которые сбылись. И еще порядка ста технических пророчеств, которые не сбылись. Но есть все основания считать, что не сбылись пока. Понятно, я не могу привести все эти пророчества в одном ролике. Но я могу привести примеры. Вернее, даже не я. Поскольку эта тема неплохо отработана в сети. Давайте посмотрим фрагмент об этом с ролика с канала Крамула на Ютубе. Ролик называется «Иван Ефремов под прицелом КГБ. Сбывшееся пророчество забытого гения научной фантастики». Еще одной причиной напряжения и беспокойства вокруг фигуры Ивана Ефремова было то, что он доносил до людей информацию, которую не знали и не могли знать его современники. Многое из того, что говорил и писал он в своих книгах, оказалось пророческим. Многое сбылось и сбывается до сих пор. И это повергало в шок людей, стоящих у власти. Его высказывания, иногда запрятанные в фантастических историях, были настоящим откровением для целых поколений. Например, в 1944 году в своем рассказе «Алмазная труба» писатель рассказывает об открытии месторождения алмазов в Якутии. Через 10 лет, в 1954 году, всего в 300 километрах от места, которое описал Ефремов, и правда открывает трубку мир. Первое якутское месторождение «Алмазов». Нашел эту трубку геолог, прочитавший рассказ Ефремова. И это очень не понравилось там наверху. Ведь получилось, что государственную тайну раскрыл. Напрашивался вопрос, откуда вообще знал об этом. Тогда Ефремову пришлось потрудиться, чтобы убедить всех, что это не более чем научный прогноз и никакая утечка информации. Еще одно пророчество – открытие большого месторождения ртутных руд на Южном Алтае, которое было описано в рассказе «Озеро горных духов» в 1943 году. Также Ефремов описал особенности поведения жидких кристаллов еще в одном рассказе под названием «Аттол Факаофо» в 1944 году. Еще одна удивительная вещь, описанная Ефремовым, – это голография. Человек, который изобрел ее, впервые узнал о ней именно из рассказа «Тень минувшего», написанного в 1954 году. А в своем романе «Туманность Андромеда» оказался целый набор предсказаний. Тут вам и трехмерное телевидение с параболическим вогнутым экраном, и геостационарный спутник, который всегда находится над одной точкой земной поверхности, и экзокостюм, или прыгающий скелет для преодоления повышенного гравитационного притяжения, так назвал его сам Ефремов. Ну а теперь давайте поговорим о версии инопланетных шпилов. Она, кажется, глупостью, но я изучал наследие Ивана Ефремова более 40 лет, и должен со всей ответственностью сказать, в полной мере от нее отмахиваться не стоит. Тем более, что подобные расследования проводились спецслужбы не только в Советском Союзе. Например, в Соединенных Штатах военно-воздушные силы много лет проводили секретный проект «Синяя книга», целью которого было выяснить, не осуществляется ли на человечество негласное влияние некими неземными силами. И некоторые факты, выявленные в результате этой работы. Очень интересно. Для начала давайте посмотрим еще один фрагмент об этом, из указанного ролика с канала Крамова. Исследования Ивана Антоновича Ефремова в области геологии и палеонтологии имели огромное значение для развития этих научных дисциплин. Его научный вклад был даже отмечен сталинской премией. Но все эти огромные заслуги перед научным миром и страной позже не помешали властям крепко взяться за Ефремова и его творческое наследие. 4 ноября 1972 года, через месяц после кончины писателя, в его квартире специалисты КГБ устроили многочасовой обыск. Но что искали до сих пор, непонятно. Запись о протоколе гласит, что причиной для обыска стало наличие идеологически вредной литературы. А вынесли вот что. Старые фотографии Ефремова и его друзей, письма, квитанции, образцы минералов, разборную трость, металлическую палицу из цветного металла, книгу про Африку, различные химические препараты в пузырьках и баночках. Всего 41 предмет. Странный набор, не правда ли? После обыска был приостановлен выпуск пятитомника сочинения писателя, а его научные исследования нигде не фигурировали еще несколько лет. Чем же так насолил властям Ефремов, что разделаться с ним пытались даже после смерти? Все просто. Ефремов, несмотря на свою активность, оставался темной лошадкой для власти. Версии ходили разные. По одной из них Ефремова во время его экспедиции в Монголию подменили на английского разведчика. По другой это сделали гораздо раньше. Еще одна необычная версия, что Ефремов, как многие писатели-фантасты, агент какой-то внеземной цивилизации. В 60-70-х годах XX века такое было обычным делом. Например, в США в этот период в контрразведке и в армии существовали подразделения, занимающиеся непосредственно зелеными человечками. Один из братьев Стругацких, Аркадий, говорил, что они с братом получали много писем про инопланетных шпионов. По его мнению, странный обыск после смерти писателя, непонятный набор изъятых предметов, как раз и свидетельствует о том, что искали что-то необычное, возможно, инопланетное средство связи. Конечно, никаких прямых доказательств так и не нашли и не могли найти. Но версия Ефремов-пришелец еще долго витало в воздухе. А вот теперь я хочу поделиться некоторыми фактами, собранными лично мною. Думаю, что главную роль в пророчествах Ивана Ефремова сыграл его учитель, Роберт Бартини, и созданный в Советском Союзе тайное общество дисков. Впрочем, есть мнение, что это общество было создано в нашей стране гораздо раньше. И Бартини привел в СССР только для того, чтобы его возглавить. И, кстати, я с этим мнением согласен. Впрочем, после книг супруг Бузиновских и самой главной книги «Тайна Воланда» это уже ни для кого не секрет. Тайное общество диск входил не только Иван Ефремов, а ряд советских писателей, составляющих «Золотой фонд» не только советской, но и мировой литературы. И все они в своих книгах «Тайны» между строками пиарили ноосферное учение в толковании Роберта Бартини. Ну или его теории шестимерной вселенной. Как кому больше нравится. Скажу сразу. Лично я ни на груш не верю в то, что Иван Ефремов был инопланетянин. Но вот касательно Роберта Бартини у меня такой уверенности нет. У меня есть фильм, документальный фильм о Роберте Бартини. Я снял его пять лет назад. Ссылка будет под роликом. Роберт Бартини фактически создал советскую авиацию и космонавтику. Лучшее в мире, кстати. Самое же главное, Роберт Бартини точно владел знанием на тот момент человечеству неизвестно. Например, он уже в 1942 году знал, как преодолеть звуковой барьер. И это неопровержимый факт. Напоминаю, звуковой барьер был преодолен только в 1947 году. И за его преодоление многие летчики-испытатели заплатили своими жизнями. Впрочем, давайте просто посмотрим фрагмент об этом из моего фильма. Но что бы там ни было, работа Бартини в СССР это, безусловно, работа настоящего гения в области авиации, космонавтики и теоретической физики. Так сложилось, что работу свою он начал с маршалом Тукачевским. И работал он с ним достаточно долго. И в 1938 году после ареста Тукачевского ему это припомнили. Припомнили достаточно сурово. Он оказался в тюрьме. Стоял даже вопрос о его расстреле. К счастью, его не расстреляли. Но после этого он продолжил работу в Сталинской Шароне. Самое впечатляющее в этой работе, пожалуй, следующее. В 1942 году Бартини имел разговор с самим Берия. И Берия ему сказал, что если он разработает истребитель, намного превосходящий по скорости истребитель фашистской Германии, то его отпустят. Бартини согласился. И он разработал такой истребитель. Истребитель Р-114. Чертежи этого истребителя сохранились. Бартини сделал вывод и обоснованный вывод, что этот истребитель будет опережать скорость звука два раза. И вот здесь именно наглядно и проявляется то, что он, похоже, владел знанием. На тот момент человечеству неизвестно. В начале 40-х годов практика развития авиации обогнала его теорию. И на тот момент еще ни один ученый понятия не имел, как преодолеть звуковой барьер. Бартини же сделал разработку, позволяющую не просто его преодолеть, а преодолеть два раза. Звуковой барьер был преодолен только в 1947 году. И многим летчикам-испытателям пришлось за это преодоление заплатить своей жизнью. Вот, например, цитата из книги Ролазурова, книги о Микояне. Вот давайте, я ее зачитаю. «О грядущих победах Микоян думал очень много. Он стремился к ним, отчетливо понимая, как это нелегко. Листая зарубежные журналы, он видел на их страницах портрету людей с общей судьбой. Эти люди погибли при попытке преодолеть звуковой барьер. Со взрывом врезался в землю истребитель Мастер-4Б. Погиб французский летчик Константин Розан. В Англии над Фармборо развалился реактивный истребитель, который плотировал Джон Дэй. На самолете с Кайрой нас смертно стигла американца Вердина. Микоян внимательно всматривался в лица мужественных людей. Неужели правда, что дальше дороги нет? Впрочем, есть ли дорога или нет ее, но идти вперед надо. Тоже не буду голословно. Давайте посмотрим небольшой сюжет об этом. Трясясь в тюремном вагоне, Бартини непрерывно думает, какой самолет нужен для приближения победы. Он верен своему принципу предлагать только новое. В результате появляется проект реактивного самолета-перехватчика со стреловидным крылом. Идет всего лишь 42-й год, и о таких вещах никто даже не думает. Крыло всегда располагается под прямым углом к фюзеляжу. А Бартини делает его стреловидным. Он идет еще дальше, и стреловидность становится переменной, а крыло треугольным. Расчетная скорость и вовсе фантастическая. 2200 километров в час. Такая скорость будет достигнута только спустя многие годы. Лишь в конце 50-х появится истребитель МиГ-21 и перехватчик Су-9. И вот здесь, как говорится, из песни слуг не выкинешь. Этот факт, боюсь, не поддается никаким объяснениям, кроме фантастических. И похоже, спецслужбы, что СССР, что США, занимались не такими уж и глупостями. В наше время, когда жизнь так тяжела и беспросветна, очень трудно поверить в настолько хорошее пророчество Ивана Ефремова. Но, как надеюсь, теперь видно, они сделаны далеко, не на пустом месте. Кстати, собственно, пророчества Ивана Ефремова поддаются объяснению и без фантастических версий. Я уже говорил, что существует методика, которая действительно позволяет делать пророчество. В современной науке она называется гипнотическая прогрессия. Я не знаю, владел ли Иван Ефремов этой методикой, хотя сильно подозреваю, что владел. Но то, что он знал о ней, это вне всякого сомнения. Он много писал о гипнотической прогрессии и гипнотической регрессии, а это явление одного порядка в своих книгах. Первый раз он попытался опубликовать информацию о ней еще в 1943 году в рассказе «Килинский секрет». Но тогда цензура этот рассказ не пропустила. Впрочем, в 1966 году он его таки опубликовал. Но, думаю детально об этих методиках, а также о том, что писал о них Иван Ефремов, мы поговорим позже, но думаю, уже скоро. Но и добавлю от себя. Лично я в пророчество Ивана Ефремова верил. Если понравилась публикация, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал Донатами. Ссылка, по которой каналу нужно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok